тренинг называется цвет цвет свист мы проверяем насколько легко потерять человека насколько сложно будет его найти спасателем именно в дикой природе и насколько долго человек может кричать чтобы его нашли недолго 5-6 криков голос садится давление поднимается за счет просто хрипит будет там голосовые связки были переключаться есть онлайн и сейчас он пишет и будем официально начинать и у меня есть чудесенько будем официально начинать привет народ я вас официально приветствую сегодня нас в гостях антон фарм просто удивительный человек и я очень рад тебя дружить здесь виде я не дам тебе поздороваться просто потому что вот такой вот я интервьюер это тот самый человек про которого рассказывал последние три или четыре сделать и погромче сергей звук не очень но начинается это тот самый человек про которого все это время рассказывал это тот самый автор книги серый человек почему вы мне не слышите выехать сейчас немножечко настроим звук чтобы все было просто идеально сейчас вышло а лучше потому что он должен быть и 8-15-16 23-42 все таки да ну поедился ну приехали теперь у меня какая-то пошло ну что ты будешь делать а вам 4-8-15-16-20-32 а если я скажу что-нибудь пожалуйста раз два три 4 5 вышел зайчик погулять охотник выбегает прямо в зайчик постреляет красота вот сейчас должно быть замечательно так лучше намного это потому что я молодец поэтому так лучше нам вот теперь вот теперь официально начинаем так дружи представьте пожалуйста потому что я сейчас наговорю всякого и скажу недостаточно антон фарб занимаюсь разными видами мордобоя и сопутствующими дисциплинами с 1994 года с 2006 года развиваю в украине израильский рукопашный бой кровмога создал федерацию кровмога украины из одного зала выросли до 16 ну до войны понятно потом начали работать в польше в молдове в германии притве и белоруссии до недавних пор автор двух изданных и одно еще написано не изданной книги по безопасности это сам себе телохранитель серый человек и новая книга называется зомби апокалипсис сегодня будет у меня девушка занимается кровмогой правда у другого инструктора она когда узнала что я читаю книг я всем эту книгу расучил всем ее принудительно читают чем кровмога отличается от любого другого направления израиль после второй мировой войны как необходимость научить чему-то людей бывших губы узников концлагерей они могли ли себя защитить на короткой дистанции там где но там ты шут на урун тушу до слишком мало времени слишком мало места чтобы стрелять изначально сборная солянка из приемов бокса карате дзюдо позже добавился тайский бокс бразильской джиу-джитсу из всех техник оставлены те которые можно научить человека быстро ну потому что курс молодого бойца короткий базу отличается тем что ориентирована на работу с оружием против оружия против нескольких нападающих и нет запрещенных приемов то есть используются удары по глазам в пахе так далее при этом движок вполне обычный спортивный никаких там это не шкарек но при этом вместо удара кулаком в челюсть мы бьем ладонью в нос либо кулаком в горло дарт тот же самый данную объем твердым по мягкому мягким по твердому в особый упор делается на стресс подготовку потому что в состоянии стресса человек забывает все сложные приемы работает только грубая моторика базовые вещи поэтому очень много штук есть которые построены на дрессировке на выработке условных рефлексов что человек не думал очень очень тупая примитивная штука вот наш израильский куратор это делает помогает ступит он simple самый тупой солдат мухи научиться элементарные базовые техники изначально изначально армейская штука строится на принципе оттолкни и застрелить 60-х годов когда основатель имя лихтенфельд начал преподавать на гражданке появилась гражданская версия дай по яйцам и убеги появилась версия для телохранителей оттолкни охраняемого за стрели нападающего для полицейских заломай на день наручники для санитаров психушек и так далее ядро одно и то же адаптируется для нужд разных подразделений в зависимости от запроса много очень много техники против оружия ну потому что уличная драка нож палка отбор пистолета отбор длина ствола работа против чувака с гранатой никогда не думал что будет востребовано в украине но как оказалось я когда-то пытался ставить портрет не получилось кто угодно есть спортсмены которым надоело получать по голове в ринге хотят чего-то другого научиться у нас среди инструкторов пару мастеров спорта по кикбоксингу по тайскому боксу под виду есть домохозяйки на что пришла женщина если на 40 лет не муж подарил абонемент я понимаю что не сбылась мечта моей жизни всю жизнь хотела заниматься мордобоя есть студенты банкиры подавляющие большинство как на странной тишки почему он видимо потому что информация в интернете больше себя до отходила года полтора наверное ходила женщина за 60 рок-музыкант поэтому очень разная аудитория самый-самый странный ученик странный ну одного я выгнал сразу он пришел и ответил что он пришел заниматься что-то денег должен 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 долг выбить сразу странный звали все по-своему странные так сразу на скидку не скажу девочка студентка которая последнюю стипендию отдавала чтобы заниматься реально ей было надо потому что видимо вообще где там так было интересно жить чтобы из этого и было девушки вот по девушкам где-то половина приходит потому что что-то было негативный половина приводят парни у парней есть любопытство чаще всего типа что-то новая фигня я уже чем-то занимался это что-то новое иногда страх иногда просто просто скучно вечером ночевать а тут веселая компания тамада хороший конкурс и интересная наносим друг другу ножевые ранения на скорость в таком духе очень по-разному есть те кому надо для работы там телохраны всякие прочее приходят а диплом будет насчет телохранителей приглашали ли тебя поработать я в свое время подрабатывал на мою профессию я еще когда работал юрейской общине распровождал группы туристов обеспечивал безопасность потом подрабатывал когда было евро 2012 разовые акции я проходил в польше курс правит милитарий контрактор это телохранитель в зоне высокого риска я там не работал как бы знания есть но не теоретические поэтому я телохранитель не готовлю у нас есть среди инструкторов действующие телохраны действующие инструкторы сейчас они все воюют но как бы в планах есть такое как выглядит телохранитель и сможешь ли ты опознать телохранителя который либо сейчас работает либо не работает но остались какие-то привычки можно ли вообще распознать человека который на такой профессии да можно примеры жизни одесса года три тому назад пляж лето жара все в плавках в купальниках лежит мамочка в купальнике рядом ребенок рядом стоит мужик в тактике и причем он стоит в позе человека который придет много стоять равномерно распределенный вес руки на сумочке это понимаешь ну блин чувак на такая у тебя работа тоже из жизни ж.д. вокзал киев не помню какой год идет такой дедушка такой среднестатистический пенсионер вокруг него четыре здоровых желоба в гражданском строго построением ромб перед сзади по не видно крещатик наблюдал идут молодые ребята все в штатском все в ботинках лова зефир одинаково всех они палятся в одессе такое же наблюдал тоже там возле думской канал какие-то заварухи были то есть телохранители видно во первых о моде никуда не денешься они одеваются 5 11 и так далее ну как бы в любой профессии свой дресс-код видно по манере держаться сканировать окружающую обстановку это голова на шарнире влево вправо и в наших реалиях это пистолетная сумка в 90 процентов случаев на случайно не приняты кабуры климат либо слишком холодных либо слишком жаркий поэтому пистолетная сумка это как визита есть кое-что показать сейчас просяду секунду знаешь вот такую сумку у это днепровские ребята да двухсторонняя она для левши для сейчас я скажу блин как они называются мужа жена фирма держит на стальной грани нет не донатка значит они с ней слезали прикольная штука она для левши для прошивки да и можно да она симметричная за что и полюбил это прикольно я почему за нее вспомнил мы стояли дружание он инструктор по стрельбе и местные возле кофейни на ничуть и как бог типа посмотри а я типы у них сумочка лапки вот здесь головы шевелятся ждут кофе ребята да это очень забавно нет такого что это прям очень большой недостаток и они должны это пофиксить то есть хороший телохранитель не должен выделяться или он как раз должен выделяться я должен показывать что человек под охраной смотря какая задача иногда ты как борзые собаки да то есть я вот иногда вижу набираю там охрану рост от 180 сантиметров я по статусу положим телохранитель хочу большого красивого накачанного и они свою функцию тоже выполняют они выглядят большими страшными тактики типа не лезь камень связывается но желательно чтобы с ними были еще такие вот незаметные тихие ребята которые выглядят они будут эвакуировать пока этих больших будут валить реального покушения есть показать показушная демонстративная охрана по мы большие страшные приехали черный гели когда а есть по типу нас тут вообще него все от ситуации зависит от человека от уровня угрозы если главная угроза как у меня знакомый работал телохраном луганске в 90-е годы главная угроза была это пьяного шефа из драки вытаскивать там нужны здоровые ребята а если реальная угроза покушения то буду скорее всего стараться делать незаметно тихо тактика зависит от вводных от чего опасаемся на самом деле просто ведро вопросов и я в темпе хочу продолжать заваливать тебе комфортно или хочешь просто пообщаться и давали более размеров отлично погнали некто вопросы не структурированы на большинство из них есть ответы в книге кстати говорят да есть книга ссылка на эти книги есть в описании пожмакайте но это типа важно пожмакать очень хорошие книги и да слушай еще раз делайте комплимент мы вчера созванивали сделали комплимент еще раз хочу сделать на стриме очень легко читаются книги для меня это важно потому что если тяжело читать ей ну мне тяжело я себя заставляю а потом в итоге бросаю и большой комплимент очень легко читать вот ощущение будто мы сидим на кухне ты мне рассказываешь истории итак вопрос как объяснить полиции зачем мне жилетка дорожного рабочего а вот это сложный вопрос потому что любой элемент снаряжения он должен помимо всех прочих качестве мячу качество нарратива то есть зачем ты это с собой носит отвертку газовые балочки так далее жилетка дорожного рабочего потому что я могу попасть в дтп и мне надо поставить знак треугольник что меня на трассе было видно например если я автомобилист на трассе если я не могу это объяснить это будет сложно всегда выбирая снаряжение подумать не только зачем оно нужно но и как вы будете объяснять его наличие легенду ему принять насколько глубоко нужно продумать эту легенду ну на уровне человек пожал плечами столовую фиг с тобой не более а если у меня врожденная актерская импотенция то есть я не умею объяснять убедительно этому научиться да конечно курсы актерского мастерства курсы актерского мастерства и надо верить в то что говоришь главное правило лжица и поверили тоже в это искренне сам поверить если в совсем не умеешь лучше в этом не играться но это как носить собой пистолет из ними стрелять не надо мне почему-то вспомнилась история наверняка знаешь под киевом есть система тоннелей ну который дренажные каналы слушай вот они прям под всем патент киева можно залезть в одном месте вылезти в другом мы как-то вылазим прям посредь города зимой грязные мокрые из люка и это буквально центр города на банковый вылазит первый персон наш инструктор он отбрасывает люк выглядывает с одной стороны все хорошо оборачивается а с другой стороны стоят два ппс-ника курят папиросочки и смотрят на этот люк и вот тут что делать нырять вниз ну будет много вопросов типа а что делать отвернулись мы вылезли закрыли люк и пошли дальше нормальный имею право здесь быть с мордой кирпичом я этим пользовался когда надо было без очереди проходить куда-то с мордой кирпичом делаешь я по делу и тут работаю помогал в всяких госучреждениях сидишь с мордой кирпичом нагло я имею право здесь быть а кто хочет меня останавливать но надо иметь морду кирпичом останавливали когда-то не меня полиции принимали за сотрудника местного там бегал по своим делам бюрократическим потом этот мой знакомый начальник спрашивал ты из какого отдела где ты работаешь работаю ты так уверенно шел у людей в полиции обычно выражение лица такое блин надо и надо не стоять же в мне кстати понравилась история с коробкой от картриджей для принтера работаю коробка раскрыта в книге так что да я опять рекламирую я весь трим буду рекламировать книгу она мне вышку коробку от картриджей ты проходишь куда угодно как с планшеткой можно куда угодно пройти если там что-то записываешь ну с лестницы это классический был конечно со стремянкой в желтых жилетах эти ребята в австралии по-моему прикалывались и проходили на стадион зоопарк я на работе не на я хотел показать это видео но я нашел только российских блогеров а он мне лицом не понравился вот такой я человек я так что не снимали не только фотки делали фото отчет поэтому и видео не нашел на самом деле очень интересный эксперимент погуглите вот именно два чувака с лестницы проходили везде никто ничего не спрашивал мне не документов не пропуска ничего прошлом году третяковку ограбили там шикарная история была мужик зашел средь белого дня снял картину систему ушел все без какой-то униформы без документов снял картину ушел средь белого но так уверен это делался решили наверно здесь работает красиво а когда это поняли уже когда инвентаризацию видимо ради ну поймали потом тут классические старики-разбойники был такой старый фильм на той же схеме с уверенной мордой можно много чего делать идем дальше есть такие маркеры принадлежности это вот жилетка папка с документами коробка с картриджами бейджик что еще может быть таким каким еще можно предметом дать людям понять что я принадлежен какой-то профессии сумка в курьерская глава и так далее на прошлом году жена лежала в больнице был красный локдаун красная зона никого не пускали в это отделение курьера с едой пускай на улыксе они продают лишь они продают бушные с лексовским таким чемоданом можно пройти куда угодно еще если на велике или на мопеле все понимают даты я по работе меня вызвали я понимаю что нет закона выдавать себя за курьера закричающего выдавать себя за курьера ну как бы если это не должностное лицо есть закон о присвоении должности полномочия себе представляю сотрудниками полиции я уже зарабатывать срок а в принципе нет вообще не знаю какое-то трудоустройство если это как в убери то вы даже и не сотрудники наемники 3 8 15 16 ты меня слышишь потому что у меня все зависло ну вот куда то все пропало так сейчас я убежусь что у меня идет на оба ски стрим здесь лайк и зелененькая как будто бы все идет хорошо пока у нас растормаживается я посмотрю комментарии с телеграмма что у нас тут интересного пишут я до стрима он говорил что у нас очень теплая аудитория на самом деле горжусь нашей аудитории потому что всегда очень теплые комментарии и очень по делу всем добрый вечер добрый вечер есть контакт сделайте себе погромче сергей это сделали и теперь я вообще один остался но приехали теперь это одиночный стрим эм гости слышно хорошо как бывший ученик карате киокушинкай одобряю о я когда-то давно занимался тоже не по моему киокушинкан у меня были киокушинкай тоже не помню где еще в детстве занимался карта лучше мелкий и беспалевный чем огромный палевный возможно тоже пока мы это разгоняли это к теме телохранителей было когда мы в этом разгоняли я тоже подумал что нужен какой-нибудь карлик в широкополой шляпе который бы тоже ко всем придирался блин это откуда то это из фильма это из какого-то фильма джемсом бодом там был карлик который шляпу метал не на самом деле тяну время пока у нас выясняется проблема с позвонком вы все пропало я честно говоря отвалился интернет сейчас вернусь хорошо сейчас наш гость вернется я честно говоря из-за военного времени очень переживаю когда каждый раз что-то идет не так и у меня порох с а да все нормально до господи они все умерли он стал гораздо меньше и я что-то очень переживаю когда мне это знаете вот когда звонишь родным уже третий гудок идет и такой что-то случилось что-то случилось что-то случилось человек в ванной был так что у нас еще по комментариям интересного о я вернулся это у меня домашний интернет отваливается периодически но я тем временем развлекаю народ комментариями ну их же комментариями правильно у кстати прикольный вопрос ну комментарий пишет Константин Майборода я так хожу по всей территории аэропорта в одной из стран в летных светоотражающих подтяжках и с коробком с запчастями только так в Израиле пару лет назад приняли банду контрабандистов которые людей возили через Бен-Гурион в форме сотрудников аэропорта нелегальных импантов поэтому в аэропорту лучше так не шутить могут не понять вот меня кстати это всегда удивляло например там какой-нибудь фильм я не знаю про каких-то шпионов где он приходит на какое-то предприятие переодевается в охранника и идти по свой а неужели охранники не знают свой коллектив? ну они же вместе работают каждый день официанты знают свой коллектив сотрудники аэропорта знают свой коллектив от размера коллектива на самом деле если там штат 500-600 человек они работают по сменам могут друг друга не знать вообще конечно стрёмно потому что начальник смены тебя по-любому запалят и это капец как сложно объяснить то есть вот тут нарратив удастся тяжело ну вопрос зачем это все делать если ты не шпион сразу вызывает вопрос от чего ты прячешься и что ты такое плохое задумал есть такая профессия Penetration Tester причем они есть которые тестируют онлайн-системы хакеры и есть Leaf Action которые в жизни это проверяют я на ютубе находил их ролики куда угодно под предлогом мне надо подписать где здесь туалет и реально вплоть до того что меня приглашают на собеседование когда шеф приходит я уже сижу в его кабинете и его жду то есть есть такие веселые ребята Red Teamings как называется играть за красную команду и очень бывает полезно проверить систему безопасности вот просто на уровне консьержа в доме да вот селит консьерж и вроде бы зарплату получает что-то делает он тупо пропускает всех сколько раз я проходил ему консьерж нормально одет но не похож на бомжа и идешь уверенно он даже не спрашивает какую квартиру хотя он обязан он обязан знать детей в лицо из какой квартиры он обязан позвонить в квартиру спросить ждут там человека пофиг морду кирпичом и вперед и вот нанять человека кто этого консьержа протестируют которому ты зарплату платишь своих денег потому что он хоть что-то делал да это бывает полезно это как проверить службу безопасности вот тревожная кнопка как быстро они приедут пять минут десять полчаса вообще не приедут блин мы работали в одном лагере ну лагерь ВПО лагерь беженцев и ну тоже приходим на охрану типа здрасте здрасте у вас есть тревожная кнопка есть где она в другом корпусе вот такой план вот такой я пешком в полицию быстрее схожу ну хорошо пошли в другой корпус искать кнопку мы приходим в другой корпус где она ну где-то здесь была я помню мы где-то здесь ну понятно это когда-то только-только в Борисполе установили автоматический дефибриллятор он стоял в ящике на стенке ящик закрыт на ключ ключ начальника смены ну что еще надо добавить а вдруг украдут ну в принципе да но нет но нет у меня еще до войны было хобби я делал подборку фотографий хочешь выжить носи отвертку это там где самые разные средства которые предназначены для экстремальных ситуаций там такое убежище, аварийное окно и так далее сделаны неправильно ну вот например один из моих любимых это поезд и там есть окно которое аварийное там где шнур вытаскиваешь и окно выпадает видимо кто-то поигрался вытащил шнур и чтобы окно не выпадало его закрутили на саморезы хочешь выжить носи крестовую отвертку логично листок лабора перед войной когда эта волна была ложных минирований мы попали в кинотеатре на минирование телефонная нас эвакуирует мы выходим в пожарный выход а там вот тупо проход перегорожен строительными лесами ремонт был бы пожар там бы не выжил никто до свидания все ну это классика блин я сейчас просто угадываю эту тему я ее очень люблю надо спрашивать подойдет ли обычная бананка если ее вешать какими-то инструментами или там фонарик нож и тому подобное ну это зависит от того за кого вы хотите чтобы вас принимали то есть концепция серия человека это манипулирование чужим восприятием кем я хочу казаться кем я хочу выглядеть если я иду в тусовку где все ходят с такой бананкой то я буду там за своего а если я иду в офисное учреждение здесь все костюмы хигалстука что я там делаю вообще кто меня вызвал то есть это надо понимать в первую очередь бейслайн то есть что нормально для того места где я нахожусь и кем я хочу там казаться могу ли я слиться с этой обстановкой если люди на меня похожи там возраст там например этнически да я не могу выдать себя за турка например не могу да кем я хочу казаться хочу оказаться туристом или экспатом хочу оказаться сотрудником либо клиентом хочу оказаться ремонтником то есть что для меня выгодно что мне позволит быстрее достичь поставленной цели то есть тут универсального ответа нет тут надо смотреть что нормально и кем я могу здесь быть а нет такого что если вдруг что-то случится параллельное то первый на кого подумают это будет как раз вот этот незнакомый тип который приходил в костюме голова ну все может быть что может быть тут надо быть ко всему готовым то есть если я уже иду на такую штуку как городской камуфляж то есть я поменяю свою внешность хочу выдать себя за кого-то другого я должен быть способен объяснить почему я это делаю что я действую в рамках закона хотя бы потому что я по-любому буду вызывать подозрения человек который маскируется он вызывает подозрения пока недалеко ушли от темы закона и темы армейской формы история не помню кто мне рассказал может где-то в интернете видел дядька ездит на машине и чтобы его меньше останавливала полиция у него на приборной панели лежит фуражка его деда какая-то офицерская фуражка ну и полиция и полиция видит фуражку понимает что кто-то из сотрудников и пропускают с одной стороны это выдача себя за должностное лицо с другой стороны фуражка деда насколько сильно это незаконно это законно то есть мы не отвечаем за то что кто-то там подумал то что у меня что-то лежит на приборной доске какая-то наклейка на машине и так далее это проблема человека который считывает эту систему сигнала если я открытым текстом представляюсь что я там такой-то и такой-то и такой-то а я нет это уже преступление носить форму носить шевроны подразделения в котором я не служу это преступление но при этом просто фуражка и так далее просто не всегда это бывает полезно у нас например 11 процентов любят это лепить владельцы оружия на машину ну как бы повышает вероятность то что в машину залезут в поисках оружия в процессе коммуникации с копами у меня знакомый он не очень умный человек был он любил ездить пьяный говорит я когда еду подвыпившись за рулем вижу копов я ему улыбаюсь так и рукой машу и пока он вспомнит где мы с ним бухали я уже проехал вот тоже городской камуфляж загрузить человека выдать себя за своего но это законно пока они не проверяют промилле в хрис сейчас один момент что-то народ снова жалуется за то что меня не слышно а ты меня хорошо слышишь? да отлично напрасно нет это очень хорошо просто у меня звук уже везде максимум я не понимаю как сделать себя громче может быть вот так может быть и нет никто не знает а сейчас я тут немножко поклацаю Серега слышно плохо ну вот же я ну работаем с тем что есть я буду немножечко гость громкий ты тихий я может сам по себе тихий я буду говорить немножко ближе к микрофону возможно так будет лучше отпишитесь пожалуйста в чате насколько стало лучше хочется чтобы стало к теме всяких таких вот моментов где можно неудачно спалиться гуляли мы по городу останавливает полиция здрасте кто такие что здесь делаете ну такие то такие то делаем то 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 слово за слово за слово за слово так ребята где служите с какой целью интересуетесь и тут в процессе я понимаю что именно не так ты наверняка знаешь эту штуку резинка с такими штуками не это катайс эта резинка навешивается на каску штуками назад и светит сзади два маркера я понял да в моем случае это просто резинка чтобы фонарик на голове держался мне ее когда-то очень очень давно подарил дружане которые служат в разных интересных местах и для меня это просто резинка я ее не воспринимал как армейский элемент она мне все время на шее висит в то время полиция сразу ее заметила сразу обратили на это внимание сразу начались ко мне вопросики нечто подобное было на заросляке под Гаверлой тоже иду посмотреть это еще до войны было иду в горы никого не трогаю там какие-то ребята привет привет где служишь с какой целью интересуешься слово за слово ботинки говорят у тебя наши не наши это армейские ботинки армейские американские ботинки это были ибейцы ну да обувь да по обуви сразу вычисляю сразу вопрос какая у тебя обувь у меня кроссовки обычные спортивные вообще люблю больше хайкинговую такую вот спортивную обувь у меня есть какие-то тактические ловы которые на реальной там говна месить на полигоне а в основном кто-то спортивно либо вообще цивилин то игрался в такие фонарики нож какой фонарик ну помимо nightcore 50 как он выглядит сейчас так я пробегусь посмотрю что у вас в комментариях ничего не изменилось только что звук шелеста может быть это зум ой ей богу не знаю маленький аккуратный старая модель сейчас чуть побольше чем он не нравится у него есть отдельная кнопочка для струбок если надо переключать все режимы сразу можно включить дискотеку 1000 люминут струб практичный или байкаба лайк ну во первых удобно в быту потому что можно там собака гуляешь вечером посвятить под ноги плюс он я с ним летал в самолетах никто не забирает то есть единственный вопрос типа шокера нет или шокера нет полетели то есть пропускают везде через рамки ну и можно превентивно пользоваться очень мне нравится заходишь в подъезд там кто-то стоит как бы из баллончика задувать раны из травмата стрелять тоже повода нет ты ему в глаза посветил там добрый вечер ослепил его и пошел дальше вроде ничего плохого не сделал он тебе уже не будет мы делали спарринги в темноте ну я посвятил случайно в глаза в темноте в темноте то есть если человек умеет пользоваться хороший яркий фонарь реально ослепить человека можно классно поэтому вот такая универсальная штука всем рекомендую неконкретно эту модель то есть можно выбрать там подешевле подороже побольше поменьше мне нравится мне служит нормально какой нож какой нож blackhawk c был 2 он у меня уже лет больше десяти он же есть такой покоцанный но он работает что я ним только не делал только дрова не колл наверное в остальном на мой вкус очень удобно ну напрасно есть способ как раскалывать дрова складе я знаю я знаю оставляешь и бьешь сверху мне недавно вот подарили вот такую лялечку от гербера это красивый я его потаскал и понял что ну вот не оно все-таки лопатам не ближе это больше скальпеля там такой у меня есть какая-то коллекция там вот за годы скопившиеся хотя дороже 100 долларов за нож никогда не отдавал принципиально это инструмент он не должен столько стоить коллекция небольшая но людей вызывает оторопь когда видят сколько их нечего меньше чем еще один и точно достаточно да да на один меньше чем много вот так нужен ли человеку нож обязательно зачем колбасу резать не ну я не знаю что это заготовленный ответ а если вот профилософствовать как ты им пользуешься чаще всего коробки открываю веревки какие-то режу иногда какую-то еду режу мы стараемся еду не резать потому что он такой рабочий пиво открываю очень удобно в принципе бытовая штука абсолютно 99 процентов это тупо бытовая вещь обращаешь ли ты внимание на клипсы у других в кармане да эмоционально в последнее время стало гораздо больше в последнее время все чаще вижу фиксы причем такие вот такие прям фиксы носят это меня пугает я понимаю что человек в любой ситуации этот нож схватится в первую очередь это нехорошо я вот кстати после книги я стал прятать клипсу ну я не не рада на него смотреть ну да можно там за поясом носить да под ремнем клипса много способов я не прячу потому что она у меня затертая блин что ее особо не видно она просто вытертая совсем приходилось ли полиции объяснять зачем нож судья судья задал вопрос зачем вы носили с собой нож на что я вот ответил про колбасу я ждал от того момента как символ веры чтобы колбасу лучше резать ножом чем ломать руками полиция ни разу меня не останавливала не досматривала на улице за всю мою жизнь даже когда я ехал на семинар посредством самобороны рюкзак железа включая половину рюкзака нелегально всякие телескопические дубинки я еду в город и думаю блять меня сейчас остановит что я буду рассказывать ну я видимо настолько уверенно шелся меня не останавливает у меня дружаня реконструктор вез в киевском метро алибарду полноразмерную алибарду без чехла что является нарушением естественно или с этим метро да естественно их догоняют полицейские типа вы чё громад вот деду везу видимо громад вот их отпустили они уехали ну тут так пошлили пальцем после стальной грани завернулись деревянным топором купил ребенку в подарок деревянный топор попытались завернуть типа нельзя ну это все зависит от копа ну похоже на топор я был свидетелем я был свидетелем ситуации там где метро и стоит парень вот в на краю вагона что-то в наушниках что-то о своем думает руки в карманах он вытаскивает руку и задевает нож у него выпадает нож падает на пол он его наклоняет в наушниках все это время наклоняется поднимать я стою рядом с ним какая-то тетка из толпы у него нож и вся толпа лопнулась от него мы стоим с мужиком переглянулись он посмотрел на свой склад я посмотрел на него он засунул назад и мы поехали дальше в свободном вагоне очень странная реакция у людей был дальше вопрос что самое странное приходилось объяснять полиции но как будто бы на него не будет ответа да? ни разу они не останавливали ну кроме там элементарных блокпосты проверка и так далее но досмотр ни разу при этом у меня есть знакомый который регулярно на каждой встрече но при этом это объясняется тем что он их боится он их видит он начинает нервничать не видя что он нервничает и понеслась замкнут у меня такая проблема я начинаю себя прям просто неестественно вести на блокпостах неестественно себя вести при полиции и меня досматривают постоянно просто постоянно лучшее что можно демонстрировать это скуку типа ребята ну вы же задолбали вы же не первые кто меня проверяет ну сколько же можно за силу они это считывают как собаки считают собака считывает человека который боится копы считываю человека который боится и сразу проверяют у них это на инстиненте поэтому чему верить у меня есть собака на меня лает я ее подзываю хочу погладить типа иди сюда моя хорошая вот если копта меня обращает внимание с ним здоровую с первой и спрашиваю как пройти библиотеку типа я завязал диалог я сам вступил типа что меня досматривать ну уже как-то неловко да типа извините а что у вас в кармане да типа ну я же сам подошел слушай я колебался поднимать на эту тему но загорел сарай горя и хата насчет ситуации с судом насчет ситуации с ножом было дело хочу показать секунду больше власть где-то часть власть переменилась теперь вы являетесь аргендатором вот это видео то я буду показывать его бит это видео с твоего канала кстати говоря более того это видео с твоим участием а ты его видишь да? Вижу да можно прокомментировать что сейчас происходит 2017 год агуст это буквально ровно пять лет назад еду из Киева в Житомир в маршрутке забいたяя жара духота 样 открываю люк И барышня, тетенька рядом, люк закрывает. На что я еще в Киеве на выезде комментирую дословно, как вы заебали. Ну, потому что реально уставшая духота и так далее. Барышня крепко на меня обижается, по ходу поездки меня фотографирует на телефон, отправляет своего мужа, муж зовет сына, сын зовет друга, и по приезде в Житомир меня встречает эта троица плюс тетенька. И пытаются меня побить. При этом, как бы, начинает муж, я с ним, как бы, объясняю, что так мне надо поступать. Потом подключаюсь, два молодых человека лет по 20, я понимаю, что трое, и я уже упал на землю. Достаю нож, отмахиваюсь пару раз, так, на каком-то автомате. Цитирую Леся Поддеревянского с национальной идеей украинца «Веди биться в мене». Сажусь в такси и уезжаю. Ну, делаю первую грубейшую ошибку, не вызываю полицию. Через часа полтора приезжает полиция, меня забирают и обвиняют в покушении на убийство двух и более оси. Ну, потому что я двоих порезал, одного по шее, одного по полицию. Подключается Украинская ассоциация владельцев оружия, подключается адвокатское бюро Ореховский и Коломеец. Через месяца три дело против меня закрывают в связи с отсутствием состава преступления, потому что был групповый напад, и это зафиксировано на камеры. Против нападающих открывается дело по хулиганству. Тетенька разводится с мужиком, который за нее вписался. Мужик получает, по-моему, два года за хулиганство. Пацаны пропетляли, типа, их там и не было. Вся история, если коротко. Но нервы помотали, мне светило десять лет. Сейчас будут вопросы. Итак, вопрос номер раз. Когда она тебя фотографировала, понимал ли ты, что это уже проблема? Я предполагал, что это будет публикация в интернете, типа, смотрите, какое хамло. Я не думал, что она настолько обидчива, что меня будет ждать комитет по встрече. Если бы я до этого додумался, я мог выйти на предыдущей остановке, ничего бы не было. Но я не додумался. А как они узнали, на какой именно остановке тебя ждать? Ну, это конечная была. Я мог выйти на предыдущей, там всего две остановки, вокзал и Площадь Победы. Я ехал до конечной, просто было такое совпадение. Вышел бы на вокзале, ничего бы не было. Они приходили уже с конфликтом? То есть, ну, они шли именно бить? Да, да, они даже не разговаривали. То есть, я вышел из маршрутки, пошел к такси, меня схватили сзади и ударили. То есть, там даже фазы диалога какой-то особо не было. Как на них повлияло то, что они увидели нож? Кстати, покажи еще раз нож, с которым это все было. Они не увидели, они почувствовали. Я им объяснил, что у тебя кровь идет, вызывай скорую, дурак. Вот так вот. Они не почувствовали порезов. Ну, видимо, да. Хотя одного я так хорошо по шее приложил, видимо. Ну, так получилось. Еще раз говорю, я не целился. Это было какое-то автоматическое движение, отмахнуться. Ну, был бы нож острее, хрен его знает, чем бы кончилось. Но они не почувствовали, их бы это не остановило. То есть, я разорвал дистанцию, попросил держаться подальше. Приказал им вызвать скорую, потому что понимал, что, ну, как бы крови было трошки. Но то, что я не позовил в полицию, это была глупость. У нас кто первый заявок написал, терпевший. Звучит глупо, но окей. Ну, так оно и есть. Нож, как я понял, он сейчас не остановил людей так, как хотелось бы. Какое лучшее оружие самообороны? Если коротко, нелетальное. Газовый баллончик. Ситуация пьяный дебил, газовый баллончик. Был бы у меня хороший перцовый баллон, я бы их задул, и все было бы гораздо дешевле. Летальное краткоствольный пистолет. Боевой, не травмат, а какой-нибудь там самый простой блок. Просто реально уравнивает шанс. Да, с ним надо много и долго тренироваться. Ничего лучше пистолета для самообороны. В ситуациях угрозы жизни лучше пистолета люди не придумали. Был ли риск убить человека ножом? Именно неосознанно привод машины. Да, был. Потому что в одному прилетело по шее. Ну, я так понимаю, по контексту его спасли. Ну, не глубоко. То есть там ничего серьезного не было. Но это ранение в области угрожающей жизни. Поэтому, собственно, было замах на вбыльство. А, то есть и соответствующая статья. То есть есть разница между тем, как порезать человека за руку, и тем, как порезать за лицо. Да, да. Если ранение наносится, во-первых, в область опасного для жизни, во-вторых, если есть по унивлечению облыча. То есть если я ему глаз выбил, например, потеря органа, это тяжкий телесный. Или там шрам остался. Там определяется степенью длиной больничного и потеря органа, еще есть такое понятие. Отрезанное ухо, это тяжкий телесный. Вот парадоксы нашей законодательной системы. Мужик пытается изнасиловать девушку, она выдавливает ему глаз. Она превысила необходимую оборону. Потому что потеря глаза, это тяжкий телесный, а изнасилование, это средняя тяжесть. Я когда это на женских семинарах рассказываю, я вижу в глазах такое, чё, бля? А вот да, бля. Вот так у нас работает. Какой газовый баллончик лучше? Сейбр Ред. Почему? Американская компания, там, во-первых, натуральный экстракт перца. В отечественных баллончиках идет МПК, это синтетика. А там УСИ, аллериозин капсикум, это капсайциновая кислота. И там не нормировано содержание. В отечественных баллончиках содержание эританта всегда лимитировано, чтобы, не дай бог, чувак не умер. А там впихивают сколько могут, поэтому баллончик сертифицирован как баллончик от агрессивных тварин. Но человек же, он с тварина у нас, к царству животных относится. Плюс есть модификация Blue Face. Там, кроме этого, да, там синяя несмываемая окраска на трое суток чувак будет похож на аватар. Его будет очень легко найти. Поэтому Сайбры, ну вот, знакомый применял, где-то из-за лежка сработки одна секунда. Причем насильно, как у тебя били. Одна секунда, он сел и заплакал. Они очень злые. Ну, из того, что есть, плюс я видел не вживую, но уже в каком-то украинском интернет-магазине той же фирмы «Баллончики против медведя». Они как небольшой огнетушитель. Это шикарная вещь. Относиться бы тяжело, но там просто струей снова выбивает. Я немного замечтался об этом. Есть у меня штука. Я ее буквально сегодня забрал с почты, прислал наш подписчик. Хочется узнать твое мнение. Кстати говоря, будет мне очень забавно тебе ее показывать, потому что впервые я эту штуку увидел пару лет назад в Инстаграме. Я понятия не имел, что это такое. Потому что у меня в голове она не относилась ни к чему. Затем я прочел в книге, что это такое. В твоей книге я прочел, что это такое. Я такой, ааа, вот зачем она. И буквально сегодня она мне приходит по почте. Я не знал, что это, прислал подписчик. Вот такая штуковина. Такая, да. Да, да, да. Что ты можешь об этом сказать? Насколько это законно? Насколько она эффективна? Как ей пользоваться? Blackjack, он же Flat Set, пластический кистень. Если он набит дробью и масса ударной части больше 100 грамм, то по нашему законодательству это холодное оружие ударно-дробящего действия. То есть изымут, отправят товарищу-эксперту. Просто у нас есть две методики определения холодного оружия. У нас есть методика таможенная и методика Министерства юстиции. Таможенная определяет 100 грамм. Больше 100 грамм холодняк. Министерство юстиции определяет по способности предмета наносить множественные повреждения, не разрушаясь при этом. То есть товарищ-эксперт берет эту штуку в руку, берет сосновую доску и три раза по ней бьет. Если на доске остались следы, а эта штука не разломалась, это холодняк. Ношение это до трех лет срока, хранение это штраф. Если она набита дробью, либо залитым свинцом. Но вот у меня не Blackjack, у меня Craftjack. Здесь есть молния и внутри у меня монетки. Поэтому это кошелек. К кошельку вопросов быть не может. У меня друг в турагентстве, он много летает по миру, он их покупал на подарки клиентам. Говорит, монетки высыпал, на пояс себе подцепил, вот так вот на кнопочку, как кошелек. Лети куда угодно. Прилетел, на месте монетками набил, у тебя с собой оружие. Надо улетать, монетки высыпал. Потратил в аэропорту. То есть, это такая классическая штука, настолько классическая, что у американских копов на униформе был отдельный карман. Назывался Sepp Pocket. То есть, это реально классная вещь в ближнем бою, потому что кистень без кистень. Интуитивно понятный интерфейс. В принципе, вещь классная, но в наших реалиях классические Blackjack могут быть проблемными. Если копы не поймут, что это такое. Они могут изъять на экспертизу. Можно пропетлять, что-то игрушка из цикшопа. У меня знакомый пропетлял с Яварой, этой колстиловской когой. Это палочка для ладонного массажа. Про канала, поверили. В принципе. Но в целом хорошая вещь. Я пробегусь по комментариям в чате, потому что там уже абзацами пишут, а я это все игнорирую, потому что... Так. Газовый баллончик, больничка, секунду для хороших баллончиков ответили. Самое лучшее средство самообороны это ноги и бег по пересеченной местности, особенно если владеешь им идеально. Ой, давай я прокомментирую про бег по пересеченной местности. У меня есть друг Миша Иванченко, наш спикер, красносерном человеке давал блог про обыски. Он марафонит. Он бегает каждое утро 10 километров. И вот однажды за ним погнались какие-то гопники. Говорит, я не понял, почему я в наушниках бежал, смотрю, за мной бегут. Ну, я себе бежал дальше, они через 200 метров сдохли. Вот для него, да. Для него лучшее оружие это ноги. Безусловно. Потому что он бегает в удобной обуви, в удобной одежде, он умеет и знает, как это делать. И как говорит Андрей Борисович Лиссагор, говорит, если вы хотите убежать, пробегите за минуту 400 метров по пересеченной местности. Вот вы уложились в минуту в 400 метров через дворы, подъезды, переходы и так далее, вот тогда вы убежите. А если нет, тогда вас догонят, когда вы устали. Что легче, догонять или убегать? Оф. Ну, у того, кто убегает, уровень адреналина всегда выше. А тот, кто догоняет, он был готов к тому, что сейчас... О, есть такая теория, почему мы Homo sapiens вообще смогли выжить, как вид. Мы же очень медленные и слабые. Очень мало есть на свете животных, которые человек может догнать. Ну, кроме там улиток и черепах. Любая собака, кошка, заяц, олейный, они все бегут быстрее. Но у нас очень мало шерсти, очень много потовых желез. Мы быстро остываем. Поэтому олень стартанул, он пробежал 300-400 метров, он упал, вывалил язык и дышит. А человек бежит не быстро, но бежит долго. И вот это способ охоты, которым пользуются, что масаи в Африке, что там какие-нибудь чукчи, они просто долго идут за добычей. И когда добыча уже от адреналина выдохлась, и она вздыхает, они ее догоняют. То есть человек, который убегает, он мобилизуется, за мной гонится, древняя реакция. Он сжигает все, что у него есть в спринте. А тот, кто гонится, его догоняет спокойно, никуда ты не денешься. Я тебя догоню, когда ты устанешь. Поэтому убегание – это хорошая тактика. А в том случае, если вы бежите к чему-то, к оружию и к укрытию, если вы бежите просто от чего-то, вам придется защищаться уставшим. То есть это бежит без цели. Как понять, что уже хватит бежать? Ну, если некуда бежать, если у меня нет конкретной цели, если я знаю, что там есть людное место, там есть моя машина, там есть штакетина, которую я выломаю из забора, и мне надо выиграть 10 метров, чтобы достать нож или пистолет. Это осознанное действие. Если я просто ломанулся бежать, и я понял, что бежать мне некуда, зачем тратить силы? Если человек бежит быстрее меня. Тут же проблема в чем? Нападающий выбирает жертвами наоборот. Поэтому нападающий всегда сильнее жертвы. Ну, глупо выбирать жертву сильнее себя. Он и бегает лучше, чем я, скорее всего. То есть, если бег не вариант, нам остается бой, но бой с противником, который заведомо сильнее. Его заведомо сильнее заключается в том, что он рассчитывает на фактор внезапности. Чаще всего, если мы говорим про нападение, если мы лишаем его фактора внезапности, то есть я понимаю, что я сейчас стану объектом нападения, я показываю, что я готов это нападение отразить, я достал оружие, я приготовился, он может и передумать. Ну, потому что драться с человеком, который готов драться, это не так интересно, как напасть с человека сзади. Бегство – это хороший вариант, если есть, куда бежать. Если я знаю, что я туда добегу раньше, чем меня добудет. Если у меня такого варианта нет, надо готовиться драться. Означает ли это, что я всегда должен понимать, в какую сторону я должен убежать? Ну, как бы, надо всегда знать, куда идешь. Безусловно. Хорошо, я в рандомном месте в городе. Мне нужны людные места. Какие еще варианты могут быть? То место, где я могу закрыться. Например? Подъезд. А если я не успею закрыть дверь, я в тупике. Я в тупике. Тут надо выбирать, успею или не успею, насколько он близко. Идеально это людное место, либо транспорт, с которым я могу воспользоваться, такси. Сел в машину и уехал. В твоей истории тебя уже ждало такси, насколько я помню, да? Я просто не успел до него дойти. То есть, я просто все это время думал, а как ты успел его вызвать? Заранее. Я всегда такси успел, я заранее. То есть, я когда в город ехал, я его набрал. Я знаю, что когда я подъеду к конечной маршрутке, она будет меня ждать. Ну, то есть, повезло, по сути. По сути, да, но я просто не успел до него дойти. И себе успел ничего не было. Еще по поводу... Да, прости, прости, я зря блядь. По поводу бегства, это к укрытию, где на меня невозможно напасть, либо к оружию. То есть, когда я добегаю до чего-то, что я могу использовать как оружие. И это может быть то, что я подберу с земли, либо мне надо пару секунд, чтобы достать это оружие из кармана. То есть, дистанция равно время. Чем больше дистанция, тем больше у меня времени. Чем больше времени, тем больше у меня опций. Я могу из чего-то выбирать. Если меня уже схватили и бьют, опций немного. Если у меня есть 10 метров, у меня есть полторы секунды, чтобы что-то решить. Вот так. Кстати, к теме оружия, я читал новость там, где одна женщина избила другую кошкой. Я считаю, это восхитительно, потому что, по сути, было двое на одного. Читал такой совет в старой-старой книжке, которая называется «Черная медицина». И вот там, книжка хорошая, это взгляд на анатомию с точки зрения, как ее ломать. Но при этом, совет, бросьте в противника кошку, он запал мне в душу. Всегда ношу с собой в кармане. Как распознать, что готовится засада или что меня преследует? Если вам показалось, вам не показалось. Был такой старый, хороший фильм, Ронин с Робертом Де Ниро, шпионский боевик, и там была хорошая фраза. Если вам кажется, что там вас нападут, вот ведите себя так, как будто вам не кажется. Так оно и есть. То есть вы что-то заметили, услышали, унюхали, что вам не понравилось, дайте себе труд проанализировать сигналы интуиции. Вообще, есть замечательная книга, сейчас я ее покажу. «Дар страха» Гевина Дебектера. Она из списка рекомендованной литературы. Да, это просто одна из лучших книг вообще по самообороне, по тому, как пользоваться своей интуицией, как ее анализировать. Интуиция – это мощный инструмент. Ей надо доверять и надо ее слушать. Это если куратка. Как отличить, за мной слежка официальная, то бишь это сотрудники правоохранительных органов, или неофициальная, это хомедит? Если это реально спецслужбы, то вы эту слежку, скорее всего, не заметите. То есть, у них будет больше ресурсов, больше людей, больше машин, и вы просто не поймете, что за вами следят. Если на вас выделено достаточно ресурсов, вы можете представлять собой интерес для спецслужб. Если это криминалитет, ну, как бы их будет меньше и будет проще вычислить. Или это спецслужбы, которые действуют в рамках закона, либо потому, что их там попросили уважаемые люди, тут уже никак, к сожалению. Надо иметь какого-то инсайдера. Если у меня есть подозрение, что за мной следят, могу ли я обратиться в полицию? Или подозрений недостаточно? Обратиться можете, результата не будет. Спасибо за совет. Прям выдохнул. Ну, они не могут ничего сделать по подозрению. Если есть подозрение, что на вас готовится покушение, небезосновательное, вы можете обратиться за охраной. Как это сделал, например, журналист Бабшенко, небезызвестный. СБУ его охраняла и имитировала его убийство, чтобы вычислить киллера. Но это нам будет реально фигурой политической, весомой, либо бизнесменом крупным и так далее. Просто вариант за мной следят, помогите, ну, окей, напишите заявление, мы его примем и все. В идеале все-таки обратиться к кому-то, кто поможет вам вычислить, следят или нет. То есть команде контрнаблюдения. Людей, которые попробуют последить за вами и неминуемо наткнуться на тех, кто уже следит. Ну, потому что это так работает. Хорошо. Допустим, я вычислил, что за мной, у меня прям есть очень серьезное основание так полагать, полиция мне не верит, что мне делать? Деньги, у меня нет. Не вариант. Следят же зачем? Следят по двум причинам. Первая причина собрать информацию. То есть вполне возможно вы просто встретились с человеком, который находился под наблюдением и вы тоже попали под наблюдением. И соберут про вас информацию, по-моему, что вы неинтересны и успокоятся, если это проохнет налоги. То есть не дергайтесь, живите своей жизнью, если вы ничего криминального не делаете. Вторая причина это подготовка покушения. То есть вас собираются похитить, избить, убить и так далее. То есть надо продумать, собственно говоря, кому это надо, кому я перешел дорогу, потому что дорогостоящая мероприятия, слежка, и где это удобнее всего сделать. То есть сеть с друзьями и помозговать, вот моя рутинная жизнь, где на меня удобно совершить покушение. Какие у меня есть места обязательного посещения, где я регулярно бываю, где я обязательно буду в это время. И что я могу сделать, чтобы это было сложнее напасть на меня. Могу ли я менять маршруты, менять время выхода из дома, не ездить в общественном транспорте, ездить на такси, либо своей машиной, либо друг меня будет подвозить. То есть максимально сложительный жизнь. Если реально есть основания полагать, что вас убьют, были угрозы, уже было покушение до этого, надо обращаться в полицию. Это уже весомо, они что-то попытаются сделать возможно. Либо исчезнуть вообще, уйти с радара. Это довольно сложный и дорогостоящий навык. Как распознать подозрительного человека в толпе? Как понять, что у него есть оружие? Как понять, что у него есть злые намерения? На что вообще обращать внимание? Я, например, обращаю внимание на обувь и на руки. Где они? Они в карманах? Они ими мантеляют? Они ими что-то держат? На что в первую очередь выдает язык тела. Человек, который за вами следит будья кутилию, он будет вести себя немножко по-другому на уровне моторики. То есть другая осанка, другой взгляд, другое поведение. Да, руки, безусловно, что у него в руках, наличие пистолетной сумки либо возможно оружие. Обувь, да, выдает, если человек из мира тактики, если там бандюган, он будет в кроссовках Адидас, ничего не скажешь про это, но язык тела выдает в первую очередь. И вот если с ним вступать в коммуникацию, язык тела не будет совпадать с вербаликой. То есть он говорит одно, а ведет себя по-другому. То есть вот есть такой диссонанс всегда, когда человек пытается скрыть свои намерения, не умеет. Если он умеет, то никак. Если он мошенник, например, который тем на жизнь зарабатывает, никак. Они тем на жизнь зарабатывают. Насколько вообще безопасно подходить к человеку, который мне кажется подозрительным? Я его спровоцирую или наоборот я его отпугну тем, что я его совершенно точно запомнил? Лучше не подходить. Ну, по одной простой причине. Вы одного увидели подозрительного, а второго его товарища нет. Можно ли раз познать, что их несколько? А, всегда несколько. Это очень простая формула. Количество противников по формуле плюс один. Я одного увидел, значит, кто-то из кого я не увидел. Увидел двоих, есть третий. Вот всегда в уме держите, что есть кто-то, кого вы не видите. Лучше перебреть, если его нет. Но всегда помните, что вот я сейчас двоих вычислил, третий меня сзади по затылку ударит. Плюс один. Это может привести к паранойи и вообще к неадекватному, к неадекватной смене маршрутов, реакции на абсолютно всех людей и к замкнутому образу жизни? Не, ну, если есть какие-то предрасположенности на психические расстройства, реакциональная шизофрения, возможно. Если человек здоровый, то нет. Ну, пример со светофором. Я подхожу к светофору, мне горит зеленый свет. Я все равно струю налево и направо. Это паранойя? Это красивый пример. Ну, вот так. Но есть же психи, которые летят на красный. Я знаю, что они есть. Я не теряю из этого сон. У меня нет приступов паники. Я знаю, что в мире есть придурки, которые летят на красный. Есть придурки, которые могут пырнуть меня ножом в подвороте. Они есть. Как наблюдать за людьми так, чтобы это не привлекало внимание? Делайте вид, что втыкаете в телефон. Универсальная маскировка. Человек с телефона может стоить по сторонам, все будут думать, что он читает телефон. Как раньше за газетой прятали, сейчас за телефоном. Красивый пример. Так, у нас на самом деле мы уже вещаем больше часа. А что там? У меня одна шестая от всех вопросов, которые я хотел задать. И я вообще не брался за комментарии в чате. Я предлагаю до половины, я сейчас выбираю самые вкусные вопросы, которые мне нравятся, и разбегаемся. Как мы говорим, нежелание. Полчаса еще нормально, просто еще созвон потом поработать. О, конечно. И еще же у тебя... Завтра еще семенок пострельбе, мы еще в Киев ехали. О, Киеву привет. Сейчас я быстренько пробегусь по комментариям в телега... Боже, что это? В чате. Заболончики, это мы пробежались. Марина Паченко, если потеря органа или части тела это тяжкая физическая, то как расценивать выбитый зуб? Зуб не орган. А как быть... Ну, это были... Никак. Изнасилование средней тяжести. Может быть, эффективна рубашка от велотросика. Что по законности? Что такое рубашка от велотросика? Я понял. Это оплетка для кабеля, насколько я понимаю. По законности... Смотрите. Эксперта взвесил, ударил по дубинке... Эксперта взвесил, ударил по дубинке... По доске... Подожди, еще не появилось. Висит. Что ты будешь делать? 21 век. Высокоскоростной интернет. У меня все играет. О, ты появилась. Прости, весь вопрос с самого начала про велотросик. Есть, да? Окей, Полин, велотросик, смотри. Вопрос в отношении. Я ношу... КОП решает, что это похоже на оружие и отдает на экспертизу. Опять пропала связь. Дальше это эксперт. Пропала связь. 48, 28, 28, 28. Очень большие помехи. Последнее, что я услышал, это если КОП решает, что это оружие, он забирает это на экспертизу. У меня все нормально. Ты меня слышишь хорошо, да? Есть. Слышу отлично. Беда. Возможно, это на моей стороне. Так, я сейчас вижу просто подвижение глаз, что как будто бы есть связь. Есть. Он забирает это на экспертизу. Собирает, отдает эксперту. Эксперт взвешивает, бьет по доске и решает, оружие, не оружие, а конструктивно похожее на оружие. То есть, если мы это не применили, это вопрос, насколько эксперт захочет придолбаться. Если я это применил по человеку, вопрос, что получилось в итоге. Синяк на жопе это одно, выбитый глаз, рассеченное лицо это другое. То есть, куда бил, как бил, зачем бил, на каких основаниях бил. Тут куча нюансов, так просто не ответишь. Были ли у меня причины, была цена обхидного оборона, или уявного оборона, или там гражданский арест, или мне просто захотелось дурачиться. очень-очень побудет нюансов. Ну, то есть, в идеале, я должен быть первый, кто получит удар, а затем дать пощечину. Ну, грубо говоря, да, но нет, можно объяснить, что была угроза жизни, потому что он ее озвучил, у меня есть свидетели, которые это подтвердят, и добыл групповой напад. Ну, короче, там каждый случай будет по-своему уникальным. Тогда следующий вопрос. Его задали иду почти два раза, они очень похожие, поэтому я прочитаю два сразу, чтобы там с того немножко похватывал, с того похватывал. Марина Паченко. У меня такой вопрос. Работает ли система ярких пятен? Например, у человека в общем образе есть что-то настолько яркое, выделяющееся, шарф, шапка, перчатка, или тому подобное, что в результате окружающие запоминают только это, но при этом не могут вспомнить ни внешность человека, ни даже рост фигуры, одежду, цвет волос, и так далее. И сразу же второй вопрос. Как считаете, возможен ли вариант вызывающий яркого серого человека? Когда-то проводился в пример костюм дорожного рабочего. Что если пойти дальше? Возможно ли скрыться на виду, одеться под неформало или меньшинство, воспользоваться эффектом фу условно-толерантного общества, ну и так далее. И как при этом не огрести? То есть сделать что-то, что привлечет внимание больше, чем сам человек? Да, да, это работает, работает на ура, это может быть ярко-красная тепочка, которую вы сняли и исчезли. Ярко-оранжевая курточка, то есть тот же жилет светоотражающий. То, за чем вы прячетесь. То есть то, что привлекает на себя столько внимания, что человек за ним теряется. Это работает, особенно если какая-то субкультура, сразу понятно, футбольный фанат. Шарфик какой-то, вымпел, все, футбольный фанат. И больше не вспомнили ничего. Форма. За любой формой человек теряется. Человека в форме опознает. А тут покушение на этого итальянского премьер-министра, когда народ, который готовил покушение, он в форме гражданской авиации в течение пары недель ходил в кафе, куда заезжал премьер-министр. Их запомнили просто как летчики. Все. А не заранее летчики это себе отготавливали? Да, они знали его маршрута, на протяжении недель туда ходили в форме гражданской авиации. Все, что о них могли сказать свидетель, это были летчики. Форма скрывает полностью. Любое яркое то, что запоминается серьга в ухе, в носу, такая вещь запомнится, все остальное потеряется. А тогда такой вопрос. Если вам нет 2 метра, 150 килограмм роста и просто шикарнейшие усы. Сложно. Просто принять это? Очень сложно. Надо придумать себе образ, который запомнится на вас, скорее всего, на людьми. Если есть реально какие-то физические выдающиеся качества, это не спрячешь. Ну, никак. Вот я привожу в пример на презентацию у меня есть скриншоты с фильмом «Бегущий человек». Там, где Шварценеггер маскируется. Это Шварценеггер, блин. Вот он в кавайской рубашке в соломенной шляпе. Я турист. Запомните туриста. Вот так. Ему сложно. Тут по-любому, конечно, физические параметры. Я проси, я убираю глаза, потому что я пробегаюсь по комментариям и хочу выбрать просто те, которые мне нравятся. Немножко необычный вопрос, но все же. Смотри, я нахожусь в селе. Что лучше, жить в середине села или жить где-то на окраине, где до ближайшего дома 150 метров? Потому что, с одной стороны, если начнется трешанина, я в гуще трешанины, с другой стороны, если я на окраине, то ко мне легко пристать и легко этот дом ограбить, потому что никто не видит этого. Это вопрос, это лучше жить в городе или в хижине, в лесу. Всего есть свои плюсы и минусы. Если я живу в городе, у меня все средства блага цивилизации, ну и весь пиздец будет вокруг меня. А если я живу в лесу, я как бы в безопасности, пока у меня начнется приступ эпидемида. надо взвешивать и понимать, что больше угрожает. Один я живу или с семьей. Есть маленькие дети, пожилые родственники, да? То есть жить на Атшибе вообще дело не очень хорошее, если ты живешь с маленькими детьми, а там и понятно, кто шарится в поле. У меня так знакомый дом купил под Киевом, тоже до ближайшего жилья пару километров. Так они там на домушников охотились на квадроциклах с ночниками. Реально обносили их. Ну, а ребята а то, что есть свой кайф, но нет. Поэтому надо взвешивать. Слушай, вопрос очень похож на предпредыдущий. Инвалид. Какие могут быть рекомендации для инвалида? Какой инвалид? Тут же инвалиды разные бывают. У меня был парень на семинаре без руки. Я ему приканул тайский бокс, он стал страшно доволен, потому что ногами бить удобно, минус одна рука тяжело. Если это колясочник, то пистолет. Вот так, без фантастики пистолетов. Это же не кажется обоих. Куда он на коляску катится? У нас же город не адаптирован ни один для колясочника в принципе. У нас все вот эта каргокультовщина про спандусы, съезды, они под такими углами, что она не заедет. У нас реально у нас... Любая мама, которая коляску катала по улицам любого украинского города, скажет много интересных слов про мэра, асфальт, плитку и прочее. Поэтому у нас колясочку только пистолет. Помнишь, когда начиналась только война, в Буче было очень много разговоров про диверсантов, которых выбрасывали на вертолете, они переодевались в гражданскую одежду? Безде были. ДРГ были бездель. Сколько из них было реально, сложно сказать. как их распознать? Я не верю в ДРГ на парашютах. Они будут из местных, но это проще завербовать местных. Сколько я знаю, там, собственно, распилили миллиарды долларов на подготовку пятой колонны, поэтому они так надумали, что здесь встретят цветания. сам контекст диверсионных групп он подразумевает задействование местного населения, тем более общий этническое принадлежность даже. Американцы в Афгане не могли внедряться, а здесь проблем нет. Поэтому они будут прописки с ГОВА как их вычислять? проверять, что у них в рюкзаках, куда идут, зачем идут комендантские часы. Но, к сожалению, у нас в ходе охоты на ДРГ были инцидентны. Вызвать полицию имеет право любой гражданин Украины. Хорошо, вот допустим, я видел подозрительного человека и вызвал полицейского, и полицейский может его досмотреть, потому что я вызвал, правильно? Да. А вы можете его задержать до приезда в полицию. То есть я имею право лишить свободы другого человека? Гражданский арест, затримывание особой шеф-куэл излочины. То есть если на моих глазах совершается преступление, либо я так думаю, то есть я вижу, что человек идет совершать теракт. Я ему говорю, стой, я вызываю полицию. Он не подчиняется, я могу применить к нему силу, чтобы он дождался приезда полиции. Не более того. Пытать его нельзя. Но задержать имею право, если у меня есть основания полагать. Если я был неправ, то я получу пошат. Ну, за хулиганские действия. Нужно ли обычному человеку знать взлом замков? Ну, если ему это интересно. У нас отмычки свободно продаются, курсов на ютубе масса, прозрачные замки для тренировок продаются. Если интересно, как хобби, да, почему нет? Захлопнул машину, сможешь открыть, например. На самом деле, не сможешь современную машину. Там сложно все, ключ с чипом. Ну, захлопнул дверь, сможешь открыть. Ну, говорю, как хобби. Ну, и в случае какого-то там багаута серьезного, когда там коллапс цивилизации, надо угнать машину, проникнуть в квартиру. Ну, это уже такой достаточно фантастический сценарий. Хотя такое тоже было на самом деле. Абсолютно не фантастический сценарий, также про войну говорили. Так что... Было, да, было. Это было, например, в Лас-Вегасе после массовой стрельбы, когда там морпех угнал машину и на ней раненых вывозил. То есть, как бы навыки лишними не бывают. Вот эта история, кстати, упомянута в книге про чувака, который угнал пикап. Я все это время думал, а владелец пикапа не искал свою машину? Просто как бы он же на нее рассчитывал, насколько это вообще хороший поступок? Ну, он раненых вывозил, как бы. Владелец, если он живой, он бы ушел на своих, а если он мертвый, ему уже не жалко. Я знаю, что много людей уезжало, эвакуировалось на чужих машинах. Вплоть до того, что люди бросали свои машины с ключами в зажигании, потому что уезжали другим транспортом и ими пользовались. Такие истории я слышал. Всякое бывает. Насколько часто у вас был обман... Вот, опять на выки ушел. Насколько часто у тебя был обман восприятие, когда тебе кажется, что за тобой следят, когда тебе кажется, что на тебя будет нападение, а на самом деле этого всего не было? Это сложно сказать, потому что было пару раз, когда я понимал, что сейчас что-то будет. Ну, так чуть-чуть подсказывало, делал какие-то шаги и ничего не было. То ли потому, что я ошибся, то ли потому, что я сделал какие-то шаги определенные, да, и ничего не было. Сложно сказать. Но, так как ничего не было, значит, закончилось хорошо. В моем понимании это. То есть я никого не бил, не резал, не стрелял, и на меня не напали. Перейти на другую сторону улицы не самое сложное действие. То есть если я понимаю, что потенциально что-то не так, я резко меняю свой маршрут, да? Как один из вариантов, чтобы проверить. Но это действие сравнимое с пристегнутым ремень безопасности. Оно ничего мне не стоит, не требует от меня усилий, но в перспективе возможно сэкономит на этом кучу здоровья или жизни. Ну, такие простые элементарные вещи. У тебя YouTube-канал, причем, кстати, довольно интересный YouTube-канал, я оставлю ссылку в закрепленном комментарии под этим стримом. Плюс ты писатель, плюс ты инструктор, тебя знает много людей. Как часто узнают люди на улице? Периодически. Но в основном, к сожалению, мужики бородатые, девушки редко. Не, узнавали, узнавали. В Египте узнали, я сделал вид, что это не я, потому что я был в отпуске, блядь. Периодически. Не очень часто. Не настолько селебрити, чтобы там прямо автографы брали. Это помогает или мешает жизни? То есть было такое, что прям проблема из-за того, что узнали? Нет. Я говорю, это слишком редко бывает, чтобы мне это стало мешать. Это иногда мешает в интернете, когда приходят там незнакомые люди в Фейсбуке, потому что вот селебрити надо на него погавкать. Вот он известный. Ну, это как бы в каком-то фильме старом было, там едет машинист в поезде, и дети в поезд кидают камни. И молодой машинист спрашивает, зачем они это делают? Мы же большие, поезд большой. Ну, я к этому отношусь, там, к кейту в интернете спокойно. Ну, забанил и до свидания. А в жизни нет, в жизни нет. Я видел, ну, классическая такая история, там, где в фильмах всякие знаменитости ходят в катушонах, в кепках, в темных очках, чтобы их не узнали. Это работает или это клише киношное? Работает полная смена образа. Вот если я на стальной грани на протяжении многих лет был там в трактических штанах и в футболке кровмога, то потом я ради эксперимента пришел в костюме и галстюке. Меня не уставали. Просто вот смена образа, другой человек. То же самое, если я хожу обычно в фоках, а в отпуске я хожу в рубашке, меня пару раз не узнавали. Вот на таких элементарных вещах. То есть человек становится какой-то непривычный. Это работает, да. А именно нарочатая там капюшон, очки. Да, люди запоминают пару мазков. У меня есть инструктор из Бойерки, Антон Чепменев. Вот он лысый и бородатый, но он на две головы в меня выше и в плечах шире. И вот его принимают за меня. Потому что он лысый и бородатый. Я как-то фотку увешал, и он говорит, что это мой клон. Больше меня в два раза. Лысый, бородатый, кровмога, Антон Франк. Все. Вот на таком уровне. По сути, ключевые моменты. Про всех так. Про любого человека обычно запоминают два-три элемента, не больше. Меня, кстати, недавно устал знакомый. Просто вот человек из прошлой жизни спиной в другом городе. Он такой, ой, я тебе везде узнаю. В смысле? Почему? Главное, зачем? И я не понимаю, что именно не так. То есть, ну, у меня вот как раз с момента войны совершенно другая одежда. Я живу в совершенно другом месте. Ну, так сложилось. Бывает, бывает профессионально. Вот у меня жены такая штука. Она работала долго начальником отдела кадров. У меня на лице профессиональная память. Она видит человека и говорит, вот три года назад был у нас на семинаре. Я говорю, серьезно? А она помнит, как зовут, фамилию. Это профессионально. Очень полезная новость. Ну, в общем, да. Потому что у меня студента первый месяц зовут Айты. Если он на второй пришел, тогда я его запомню. Да, есть такое. Мы позывные видим. И когда группа новая, когда они друг друга не знают, мы даем позывные по цвету одежды. Самый простой вариант. Тоже вариант, да. Позывные либо кликухи. Если кличка прилипла, все. На всю жизнь. У меня парнишка прилипла, подростка на тренировку, а он посреди разминки бежит с телефона. Говорит, что ты делаешь? Покемонов ловлю. Остался он покемоном на всю оставшуюся жизнь. Сам виноват. Сам виноват. Это было на поверхности. Да. Это забавно. Очень такой неприятный для меня вопрос. Как вести себя тем, кто оказался в оккупации? Особенно тем, у кого есть татуировки. Потому что к ним сейчас очень большое внимание. Городко сваливать. При первой возможности, каким угодно образом сваливать. Если не сваливать, то быть максимально неприметным, незаметным, стараться не выходить из дома. Татуировки, если есть возможность перебить, забить символы. Сверху что-то нарисовать? Да. Потому что по татуировкам проверяют. Это может очень плохо кончиться. На оккупированных территориях это может кончиться на подвал, концлагерь и так далее. Но вот сваливать там нечего делать. Если вы не диверсант, если вы не занимаетесь там попольной какой-то работой, валите оттуда. Там нечего делать. Сейчас это максимально сложно, потому что они запретили выезд в Крым. То есть уезжают только через Донбасс. Через Россию и потом валить на Европу. В Грузию, куда угодно. Но если вы не диверсант, там делать нечего. Вы просто мясо пушечное. Живой щит. Вот поэтому эта тема мне не нравится. Потому что она запретительная. Но у нас уже 25 минут. Я выдал самые вопросы, которые мне интересовались. Осталось еще примерно 98. Я не думаю, что мы их успеем за 6 минут. Я думаю, что мы можем повторить. Тем более, я же скинул тебе текст новой книги своей «Зомби-апокалипсис сегодня». Мне интересно твое мнение как выживальщика. И хотелось бы ее прорекламировать. Потому что где-то так в ноябре я планирую ее напечатать. Ну, с учетом переклада украинского, редактура, корриверстка и так далее. Ориентировочно так далее. Можем поговорить на тему выживания не в дикой среде, а выживания среди людей в условиях коллапса цивилизации. Восхитительно. Мы съемы по адресу. Проходите, садитесь, и у нас тут весело. Я буду очень рад, если мы сделаем еще такой стрим. Так, я сейчас очень быстро, молниеносно пробегу по чату. Да без проблем. Так, что у нас есть полезного? Человек, сколько мы сейчас самое взрослевое животное. Да и, в общем-то, как будто бы все. Чудесно. Засим будем заканчивать. Как раз мы успеем до половины. Что вам надо очень важно знать? В описании к этому стриму есть ссылки на книги. Книги Антона Фарба. Это книга «Серый человек». Ее мы сегодня, ну, в каком-то смысле обсуждали. И книга «Сам себе телохранитель». Ее еще не читал, но она у меня есть в бумаге. Тупо хвастаюсь. Книга, на самом деле, очень хорошая. Рекламирую прежде всего, потому что она мне нравится. Да не прежде всего, просто потому что она мне нравится. Очень легко читается, очень толковая книга. И это вот та книга, которую я читаю, и ничего внутреннего запила. То есть я читаю такой «Да, да, да». Так что понажимайте на ссылки, они очень полезные. Дружеку, спасибо тебе, что согласился на стрим. Я, честно говоря, очень этим горжусь. Я уже всем перехвастался, я матери позвонил. Для меня это большое событие. Окей, спасибо тебе. Я думаю, не последний раз общаемся в эфире. Я теперь должен пафосно это отключить, а я не умею это делать. Пафосно, мне сейчас надо переключиться. Я сейчас нажму «Выйти» и вывелюсь просто. Все, всем спокойной ночи. Спасибо, что были с нами. Счастливо. Я так и не выключил. Семельные приключения. Ссылку на ресурс Антона не забудь оставить. Обязательно. Книга «Ай, хочу». Книга безумно хорошая. Ну, я прям вот реально рекомендую. Кравцу очень легко замаскироваться. Сбрить бороду. Да, да. Я вам потом покажу прикол. Крэйс Падлюка, спроси про автограф. Блин. Поздно. Ну, ничем. Мы еще общаемся. Там у меня есть еще что-то? Я, может быть, еще пробегусь по комментариям, раз уж. Дзинцы Дзена. Вопрос по книгам. Можно ли читать в любом порядке? Или есть вторая книга, пока ссылки первая? Они перекликаются. Они перекликаются, но можно читать в любом порядке. Ну, то есть там нет такого, что одна является часть 1, часть 2. Ну, я начал читать серого человека. И мне как бы все понятно. Насчет яркости. Как насчет яркого снаряжения для включения внимания? Да. Это мы обсудили. Если дорогие из местных, можно ли понять, что дорогие по необычным действиям? В каком-то смысле. Полиция не повесит намерение что-то своровать, если носить с собой отмычки. Повесит. Это, кстати, тоже обсуждалось в книге. Если ты носишь... Ты, вы, простите. Если вы носите это вместе с... Я сейчас хочу убрать, чтобы я и вас видел. Если вы это носите вместе с замком, и с прозрачным замком, который является, по сути, с собой головоломка, если вас не поймали в чужой квартире, если вы трезвый, счастливый человек в метро, и у вас все хорошо, и у вас есть уважаемая работа, жена, дети, и у вас нет приводов, и вы сможете это аргументированно и не переживая объяснить, то вопросов не будет. А если вы хоть в чем-то ведете себя подозрительно, то можно притянуть за что угодно. Ну, я так считаю. Ну да, отмычки на самом деле, я с вами по себе поздравлю поздравления. Алекс Литв. А есть ли еще книгу с подписью автора разыграть на канале? Класс! Это я предложу чуть позже. Ну и как бы все. Зай Сим. Доброй ночи, спасибо, что были. Я, честно говоря, горжусь нашей аудиторией. Я это уже несколько раз сказал Антону. Мне очень нравится, что у нас очень хорошая аудитория. То есть я в вас вообще не сомневался, и когда мы тоже договаривались со стримом, я говорю, что у меня уже очень теплая аудитория, и не будут задавать классные вопросы. У меня, типа, блокноты с писан вашими вопросами, которые вы писали в Телеграме, которые вы скидывали мне в личное сообщение, и мы где-то, ну, четвертую, только четвертую часть их прошли. Так что спасибо вам огромное. Все, вот теперь всем спасибо, всем пока, всех люблю, целую, и встретимся в следующий раз. Не знаю, как. А еще у меня куча обновок, но это потом. Субтитры сделал DimaTorzok